Всех приветствую на моем канале. Наверняка многие мои преданные зрители и подписчики заметили, что за последнее время у меня стало появляться много видеороликов, посвященных конкурсной тематике. Более того, я затеял такой своеобразный курс, курс из таких достаточно обширных видеолекций, посвященный построению стратегий на музыкальных конкурсах международных и не только международных. Видео из этого курса я выкладываю на Boosty и по спонсорской подписке на YouTube. И вот так получилось, что какие-то аспекты этого курса мне пришлось опробовать на самом себе. Да, может быть это прозвучит несколько странно и необычно, и у кого-то вызовет ощущение когнитивного диссонанса, но вот я, пианист, композитор Алексей Чернов, в каких-то кругах известный, лауреат конкурса Чайковского, лауреат многих других конкурсов, уже в возрасте 41-летним, принял участие спустя 10 лет в международном конкурсе. Может быть кто-то недавно видел мой такой полушуточный шорт на YouTube, где я признаюсь, что да, я так сказать не выдержал, и спустя 10 лет участвовал в конкурсе. И в этом шорте я обещал рассказать, как же так вышло, и вообще подробнее рассказать об этом опыте, что я сейчас с удовольствием и сделаю. Но сделаю не полностью, потому что буквально вот, наверное, через несколько дней я планирую посвятить этому целый стрим. Ну и за время моего участия в конкурсе я отснял много разного интересного очень контента, и не просто интересного, а по-настоящему полезного для моих коллег, которые я тоже собираюсь публиковать в сокращенном виде здесь на YouTube или в Dzen, и в более расширенном варианте тоже буду публиковать это все на Boosty. Так вот, как же так получилось, что я уже, имея тот статус, который я имею в музыкальном мире, решил вот взять и принять участие в таком достаточно стандартном для пианистов, которые младше меня на 10-15 лет, мероприятии, в таком мероприятии, как международный конкурс. В общем, совершенно случайно в Facebook я наткнулся на объявление, что вот такой-то конкурс, он будет скоро проводиться, и совсем скоро заканчивается прием заявок на этот конкурс, и обратил внимание я, в числе прочего, на то, что этот конкурс не имеет возрастных ограничений. И мне в голову пришла такая шальная мысль, а не попробовать ли? Ну, в любом случае, так еще совпало, что этот конкурс проходит недалеко от меня географически, то есть мне достаточно удобно будет на него поехать, и у меня пришла в голову еще одна мысль, что даже если я не опробую свои методы на себе самом, не использую вместо подопытных крыс, что не очень гуманно, в качестве подопытного материала самого себя, если даже я этого не сделаю, то в любом случае резонно будет поехать на этот конкурс просто в качестве зрителя, ну и что-то поснимать, какой-то контент, посмотреть, как это все происходит, ну, благо, действительно, географически место проведения конкурса расположено от меня недалеко. В общем, ко мне пришло спонтанное решение как-то повзаимодействовать с этим конкурсом, и на самом деле конкурс-то, он во многом правильный и хороший оказался, сейчас я немножко подробнее об этом конкурсе расскажу, но вначале предлагаю посмотреть фрагмент моего достаточно давнего видео, где я пытаюсь разложить все по полочкам относительно вообще такого явления, как международный конкурс музыкальный, и этот фрагмент будет посвящен тому, каким я вижу такой вот идеальный конкурс, каким бы он мог быть, да, я вообще осуждаю конкурсную систему, многие ее в курсе, но, тем не менее, я позволил себе пофантазировать на тему, каким мог бы быть идеальный международный конкурс, вот этот фрагмент. Я вот так вот думаю, а какой мог бы быть идеальный конкурс, вот сейчас для меня, вот как бы я видел, вот все-таки конкурс проходит, и как бы он вот мог быть идеально устроен. Вот я считаю, каким может быть идеальный конкурс, Во-первых, не должно быть каких-то жестких возрастных ограничений, потому что, ну, бывают же люди, которые и уже под 50 лет, они не получили признания, но, тем не менее, они нуждаются в поддержке в какой-то. То есть не должны быть какие-то ограничения. Можно там сделать, не знаю, категории возрастные, но ограничений жестких, я считаю, быть не должно. Потом не должно быть ограничений репертуара. Ну, хочешь ты играть, не знаю, одного там Сметану, например, или Шонберга, или Грига, например, ну, играй. И тебе должен быть зеленый свет, то есть ты должен получить то время на сцене, которое тебе положено, и ты можешь играть все, что хочешь. Ты можешь играть Богателя Сильвестрова, который я сейчас тоже играю, я не случайно вспомнил, потому что это же очень легкие пьесы. Но это вообще свой род музыки, свой род искусства, там тоже нужно понимать эту музыку, чтобы ее играть, чтобы это было убедительно. Вот для меня конкурс идеальный будет, где человек может играть детские пьесы Григори или Богателя Сильвестрова, может его выиграть. Вот такой, может быть, конкурс был бы для меня идеальным. Потом вот это вот распределение премий, все, когда первая, вторая, третья, там, дипломы, деньги, дележка, там, один на 10 тысяч евро больше получил, другой меньше, другой столько-то концертов, третий столько-то. Вот я считаю, что это все должно уйти в прошлое, то есть должны быть какие-то, какой-то набор членов жюри, действительно настоящих музыкантов, не педагогов ни в коем случае, может быть, композиторов. Кстати, очень часто хорошие конкурсы получаются, когда в жюри сидят композиторы, вообще не имеющие отношения вот к этой всей системе, к педагогике, к конкурсной вот этой гонке. Вот композиторы, которые ценят творчество. Вот посадить несколько композиторов, несколько действительно, может быть, исполнителей, которые имеют тоже свои какие-то характерные творческие достижения, да, которые характеризуют их как действительно людей, сделавших что-то новое в музыке. И вот для кого-то будет что-то близко, кто-то оценит просто с высоты своего опыта, кто-то оценит потенциал внесения чего-то нового в музыку тем или иным конкурсантам и исполнителям и начнет его как-то поощрять. Ну, то есть предложит какую-то свою премию. Может быть, у каждого члена жюри будет какая-то своя премия, будут какие-то, не знаю, специальные призы, допустим, за современную музыку. Вот это распределение, когда вот на эти ступеньки пьедестала, как на Олимпиаде, да, ставит там первое, второе, третье место, вот это, мне кажется, в идеальном конкурсе не должно быть. То есть вот я за такой конкурс, конкурс-фестиваль, что ли, да, может быть, без вот этой системы с турами, да. В общем, как-то это надо продумать. Я думаю, что, может быть, какой-то такой конкурс появится. Есть конкурсы, вот я повторюсь, где я бывал в качестве члена жюри, где, ну, что-то похожее есть. Нету отбора между турами, да, или он чисто формальный. И, в общем, достаточно свободы и в плане возраста, и в плане репертуара. Вот это мне нравится. В общем, в числе прочего, я думаю, что вы заметили, что я перечисляю такие критерии, как отсутствие ограничения по возрасту и свободная программа. И вот по этим двум критериям этот конкурс полностью вот соответствовал моим представлениям о том, какой должен быть идеальный конкурс. И я таки решился, а почему бы и нет. Решился на то, чтобы в этом конкурсе поучаствовать и проверить свою стратегию на себе. Да, я, конечно, делал это в чисто научных интересах, на самом деле. То есть первая моя мысль, она была именно такая. Как-то вот так вот провести небольшое исследование, такой своеобразный социальный эксперимент. А что будет, если я выберу такую свободную программу и поеду поучаствую в таком конкурсе. И я действительно придумал очень интересную программу. Построил сольные туры по такому сюитному принципу. Включил такие в эти туры музыку Сильвестрова. Вот эти вот достаточно легенькие такие богатели. Но сделал это очень своеобразно. То есть у меня не было такого, что я весь тур составлял из богатели Сильвестрова. Там или как я говорил в этом фрагменте из легких пьес Григо. Я использовал богатели Сильвестрова в качестве такого клея между другими произведениями. В общем, я составил программы сольных туров по такому сюитному принципу. Как я вообще люблю составлять программы, о чем я говорил в одном из моих видео по конкурсной стратегии. Где я говорил о дизайне программы, о дизайне конкурсной программы. В общем, на каждом туре была такая сюита из миниатюр или пьес средней формы. В том числе туда входила музыка Сильвестрова. И я не могу сказать, что я полностью играл то, что хотел. То есть я решил сыграть в эту игру. В игру с конкурсной системой. Немножко пошел на компромисс. То есть я включил в конкурсную программу и сочинение Шопена, и сочинение Бетховена. И романтические сочинения. И более-менее там сочинение 20 века. И этюды даже некоторые сыграл. Что интересно. Но не буду забегать вперед. На самом деле все это я планирую рассказать на моем стриме. Который будет совсем скоро, через несколько дней. И еще больше я расскажу в рамках своего курса на Бусти. Этот курс, естественно, будет расширен. Потому что получилось целых 5 видео. Видео по каждому из 4 туров. И видео, посвященное обзору конкурсного буклета. И вот эти 5 видео, где я прямо во время своего участия в конкурсе делюсь своими впечатлениями, своими эмоциями, своими переживаниями. Транслирую в этих видео свое нервное состояние. Как-то пытаюсь его передать через камеру. И мне кажется, это неплохо получилось. В общем, мой конкурсный курс будет расширен. И туда будут включены 5 видео прямо с места событий. Да, пока не забыл. Скажу, конкурс проходил в городе Вернигерода. И я думаю, что те, кто... Те мои коллеги, кто следит за вообще всей вот этой конкурсной жизнью, уже знают, что я получил на этом конкурсе вторую премию. Я дошел до финала благополучно. Несмотря на то, что я там буквально чуть не сдох. Потому что все-таки для моего возраста нервное напряжение, такое нервное напряжение, которое там было, оно переносилось достаточно тяжело. То есть, по сравнению с тем, каким я был, скажем, 10 или 15 лет назад. Ну, 10 лет назад я сыграл свой последний конкурс. Вот до этого. Ну, допустим, 15 лет назад. Вот по сравнению с тем мной, сейчас, конечно, я имею намного более расшатанную нервную систему. И несмотря на то, что я утверждаю, что конкурс должен не иметь возрастных ограничений, все-таки могу сказать, что возрастные ограничения, они отчасти оправданы. Потому что музыкальный конкурс, он несмотря на то, что он музыкальный, все-таки он имеет черты спортивного мероприятия. И вот с расшатанной нервной системой человека, так сказать, среднего возраста, уже довольно сложно участвовать в мероприятиях, которые имеют вот такой спортивный оттенок. Но, тем не менее, мои нервы компенсировались моим опытом и, в некотором смысле, мастерством. И я совершенно не был уверен в результате. То есть я 10 лет не играл на конкурсах. И я вообще не знал, как я выйду. Может, я выйду, перенервничаю на первом туре, забуду текст, что-нибудь пойдет не так. И я вообще даже не пройду на второй тур. То есть у меня были такие мысли. Но, тем не менее, я справился. Мой опыт компенсировал мою расшатанную нервную систему. И я дошел-таки до финала и получил премию. Да, не первую премию, но о чем мы тоже поговорим на стриме. Я прокомментирую свой результат. И вообще прокомментирую весь процесс. В общем, расскажу обо всем подробно. Конкурс называется «Ной и Штерны». Как я уже сказал, проходил он в городе Вернигероды. Это земля Саксония-Анхальт в Германии. Бывшая ГДР. Там, кстати, очень интересный город такой. Там довольно забавное архитектурное сочетание. Может быть, тоже кто-то видел мой шорт на ютубе, который я снимал на фоне хрущевок. Можно подумать, что я нахожусь где-то в какой-то постсоветской стране. Но нет, это территория, которая раньше входила в бывшую ГДР. И вот я не мог не пойти на провокацию и не снять такой шортс. Ну и в этом же самом городке небольшом, в самом центре, можно наслаждаться потрясающей совершенно архитектурой средневековой. И не только средневековой. Вот эти европейские улочки немецкие. Они как-то особо красивы в этом городе были. Ну и сейчас, поскольку я упомянул красоту, хочу поделиться еще одним фрагментом из того же самого видео, где я рассуждаю о гипотетической возможности того, что я все-таки еще раз поучаствую в конкурсе. То есть я делюсь мыслями о том, как бы это могло быть. Вот этот фрагмент. Немножко пофантазирую о том, что вот если бы сейчас, уже спустя много лет, я бы решил все-таки поучаствовать в конкурсе. Так вот, тряхнуть стариной, вспомнить молодость, так сказать. Ну вот как бы это было. Так вот, давайте немножко пофантазируем. Я бы, наверное, куда-нибудь поехал, в какое-нибудь красивое место, во-первых. Играл бы, что хочу. И глобально мне было бы абсолютно все равно, что я там получу 20 тысяч евро или наоборот уйду в минус. Я бы пошел бы смотреть какое-нибудь красивое место, например, закат над морем. И так вот, я уже сейчас понимаю, что спустя там какое-то время для меня именно это воспоминание, оно будет намного дороже, чем если я там выиграю, например, 20 тысяч евро. Ну да, я могу себе испортить репутацию. Сейчас, допустим, гипотетически я поеду на конкурс и не пройду куда-нибудь. Да я могу себе испортить репутацию запросто для системы. То есть люди будут говорить, а вот там человек такой уже опытный и крутой пианист, вот он поехал и слетел, а какой-то там молодняк его обыграл. Ну, фи, да, нехорошо. Ну, что же он, глупость какую-то наделал. Мне вот на это абсолютно все равно было бы. Вот этот вот закат над морем я бы, наверное, запомнил. И в итоге именно он ведь сыграет роль через определенное время. Он вполне возможно меня к чему-то вдохновит. Потому что вот эта вся суета, суета вокруг денег, вокруг вот этого всего успешного успеха, карьеры, тщеславия, вот крутости вот это я выиграл, ты не выиграл. Она же вся, так сказать, такая мелочь, она проходит. А вот мы прикоснулись к закату, это же, что такое закат? Ты через 10 лет уже и не вспомнишь о том, что ты там где-то что-то выиграл. Я вот не все конкурсы свои помню. Вот, не потому что у меня спироз, потому что уже лень вспоминать. Я если сейчас напрягусь, я вспомню как-нибудь. А закат, он был за миллионы лет до появления вообще человечества на Земле. И если произойдет там гипотетическая какая-нибудь война, катастрофа, да, апокалипсис на Земле, закат никуда не денется. Земля-то устоит, она будет, он будет еще и через тысячи лет после. То есть, ну, это как один мой друг говорит, это такой автограф Бога. И прикоснуться к этому и заработать 20 тысяч евро и потешить свое тщеславие, ну, как бы, понимаете разницу, да? Вот, я раньше тоже не понимал, да, а вот сейчас понимаю. Вроде я сейчас так убедительно все рассказываю, очевидна же разница, правильно? Ну вот, конкурс верниги роды, конечно, был не на море. Заката над морем я не увидел, но, тем не менее, я все равно насладился красотой и насладился замечательной, совершенно необычной атмосферой этого города, где вот сочетаются разные вещи из разных эпох. Ну и давайте не будем лукавить. В этом фрагменте я говорил, что исключительно вот я бы поехал на конкурс ради того, чтобы вот увидеть что-то красивое, как-то, может быть, кайфануть или что-то в этом роде. Но нет, все-таки я сейчас нуждаюсь в некоторых средствах и то, что я вообще решился на эту авантюру, обусловлено не только моим исследовательским интересам, но и тем вот, о чем я говорю, в частности, в видео из своего вот этого курса по конкурсной стратегии. И говорю я там о том, что одной из причин нашего участия в конкурсах должно быть пополнение наших ресурсов. То есть, ну, грубо говоря, заработок денег. То есть к конкурсам нужно относиться во многом так. И действительно, мне сейчас ресурсы необходимы, поскольку я прохожу через достаточно сложный этап в своей жизни, так получилось. И этот конкурс мне пришелся очень кстати. То есть у меня на этом конкурсе стояли, помимо исследовательских, еще и чисто, так скажем, шкурные задачи. То есть мне нужно было во что бы то ни стало пробиться в финал и что-то выиграть. Что, в общем-то, у меня с успехом и получилось. Но могу себе представить, что может сказать, ну, кто-нибудь, так скажем, о вот этом факте, что я, такой вот крутой музыкант, дурят конкурса Чайковского, вдруг решил поучаствовать наравне с молодняком в конкурсе. Наверняка кто-нибудь подумает, что вот, там, какой-нибудь договорняк, там, вот Чернов приехал забирать премии у молодых, а еще и получил вторую, ай-яй-яй, фу-фу-фу, значит, что ж такое, вот, казалось бы, такой опытный человек мог уж, если уж приехал, мог уж выиграть и первое место. Ну, или что там еще могут подумать? Мол, вот он против конкурсной системы, но тем не менее, вот прогнулся, все-таки поехал. Или что еще могут подумать, что вот там человек вот уехал из России, теперь у него нету денег, вот он теперь снова, как какой-то студент, поехал побираться на международных конкурсах, предназначенных для молодых людей. Ну, вот я представляю ход мыслей разных людей, в основном недалеких. И, честно говоря, как я вот сказал в этом фрагменте, мне абсолютно все равно на то, что кто скажет, кто что подумает. И вот эта вот вся тема из серии «Ах, боже мой, что станет говорить княгиня Мария Алексеевна», как вот у Грибоедова «В горе от ума», честно говоря, мне абсолютно на это все равно, даже можно грубее выразиться, мне пофигу, я действительно знаю, зачем я туда поехал, и полностью себе отдаю отчет в том, насколько мне это было нужно, насколько это было для меня полезно или необходимо, насколько это было хорошо для моего курса, вот этого просвещенного конкурсной стратегии. В общем и целом я абсолютно удовлетворен вот этой своей спонтанной идеей вдруг поехать на конкурс, который я совершенно случайно обнаружил в Фейсбуке, и надо сказать, что никакого договорника, конечно, там не было. Более того, я подавляющее большинство членов жюри там вообще не знал, а я, в числе прочего, в своем видеокурсе рассуждаю о том, что вообще членов жюри лучше знать и, по крайней мере, иметь о них представление. То есть для меня подавляющее большинство членов жюри на этом конкурсе были вообще неизвестны, я не имел вообще никакого представления о том, кто они такие, как они будут судить. И да, это была некая такая авантюра, спонтанное решение, которое, в общем, оказалось удачным, как я уже сказал. Я доволен тем, как это все происходило. Ну вот, о самом конкурсе, о том, что это за конкурс, какие у него положительные, отрицательные стороны, я расскажу, наверное, на стриме, который будет, расскажу в отдельном видео, которое выйдет через какое-то время. И все подробности прямо вот от первого лица я опубликую на Boosty. То есть вот я, еще раз говорю, я снимал на камеру себя, буквально перед выходом на сцену, чуть-чуть снимал жеребьевку, какие-то моменты конкурса, какие-то фрагменты выступления других участников. То есть я, помимо того, что сам поучаствовал, я еще и походил, послушал чуть-чуть. В общем, все это будет опубликовано на Boosty в самом таком подробном варианте. Поэтому, кто не подписан, подписывайтесь. Скоро там будет очень интересно. Ну и этот конкурс на Эштерна я, безусловно, отнесу к конкурсам хорошим. И вообще сам подход к организации конкурса, он исключительно адекватный. И там очень много положительных моментов. Поэтому на будущее, через два года этот конкурс снова пройдет. Я его рекомендую всем моим коллегам. В том числе рекомендую коллегам моего возраста. Это хорошая возможность, во-первых, заработать. А во-вторых, ну, освежить немножечко какие-то вещи в своей профессии. И об этом я тоже рассуждаю в своих вот этих видео, которые скоро выйдут. В общем, мои рекомендации, это не реклама. И да, если бы я слетел с этого конкурса, я все равно бы его рекомендовал. Потому что, ну, там действительно много положительных моментов. Это, так скажем, результат моего анализа. В общем, оставайтесь на связи. Кто не подписан, подписывайтесь на Boosty. Или по спонсорской подписке на YouTube. Будет все то же самое, что и на Boosty. И через несколько дней будет стрим. И потом еще ролик. Увидимся.